После следующей можно и отпускать этого человека. Вот, давайте. Всем приятной, хорошей игры. Победа сильнейшей в команде. Если... Все, чат. Никто не лагает. Нормально. Разобрались. Все в порядке. Я заряжен. Я даже, знаете, я даже себя чувствую намного лучше, чем в начале трансляции. Кто у нас с этим MVP первой игры? Рим. Рим MVP первой игры. Ну, Рим, конечно, будет получать ПТСики. Это я не залагаю, ребят. Это я не залагал. Это я обновил страницу, а там была старт-вотчинг кнопка, я ее не нажал. Все, давайте. Сейчас мы разберемся. На первом слоте. Перепредставляю вам. Перепредставляю вам участника. На первом слоте. Твой батя, он же факер, он же киевский киберспортивный мафиозник. Дон в прошлой игре выиграл. Борщ, киевская, украинская спортивная мафия. Голосуем шерифов и так далее. Рим. Иннет-мафия. Легенда Иннет-мафии. Госпожа Паника. Топ-25 современного МВТ-рейтинга. Очень сильный игрок, очень харизматичный игрок. Илюша Вэлла. Стоп-5 прошлого плей-мафии Инвитейшнала. Вот. И очень позитивный, яркий игрок. Зануда. Ксюша Зануда на шестом слоте. Чайный гриб на седьмом. Победитель открытой квалификации. На восьмом. Алиот. Магистр 2018 года. Протеже на девятом. Не лагающее протеже. И на десятом. Портман. Тоже представитель Иннет-мафии. Как ты сочно простонала через всю комнату. Там Кристина просто заболела. Ходит еле живая вообще. Минор скипаю. Да, я минор скипаю, ребят. У меня завтра вечером эфир. Я чувствую себя заболевшим. Вот. И... Ну... Завтра. А еще и по московскому времени в одиннадцать. То есть вставать в десять утра. Я вообще не готов вставать в десять утра завтра. Ну, я боюсь, что просто мне будет очень плохо. Всем привет. Очень рад, что за этот турнир у меня есть возможность посидеть на первом номере. Потому что у меня были мысли определенные до турнира. И речь, о которой я хочу сказать. Вот. Я смотрел составы... Ну, в принципе, я смотрел первый полуфинал, второй полуфинал. И третий полуфинал. Полуфинал. Три полуфинал. Ну, ладно. Короче. Три этапа я посмотрел. Три отборочных. Вот. В третьем участвую. И... Ну... Объективно. Не хочу никого обижать. Но давайте честно. Наш состав, он больше такой. Инетовский. Инетка. Там все дела. Мы, конечно, уступаем ребятам, которые играли в первом отборочном. Там почти магистрейт был. Мы уступаем по именам. По именам. Но давайте по игре. Давайте по игре. Мы не будем уступать. Покажем хорошие игры. Не такая, как первая. Первая, хоть и победа у меня. Но, типа, я и не то, чтобы сильно доволен. Из-за того, что я... Я просто без шерифа. Ну, как бы... Я был одним шерифом, а второго, как бы, и не было в игре. Поэтому надеюсь, что сейчас у игрока номер девять все будет хорошо. Всем хорошей игры. Я красный. Ну, скоро узнаем. Смотрите, не могу с вами сыграть. Объясню, почему, господин Пакер, вы сами предупредили... Господин, твой батя, да, немножко другие именно. Вы сами предупредили, что у вас было о чем сказать еще до игр. Поняли? Типа, поэтому вы на один это уже знали, что вы будете говорить. Поэтому не могу пока с вами сыграть. Вот. В принципе, достал снова красную карту. Немножко тяжело было в прошлой игре. И я объясню некоторые моменты, которые мне бы хотелось, чтобы... Если вы задаете мне какой-то вопрос, посмотрите на меня. Я на него отвечу. Мне несложно. Поняли? Просто... Ну, там, правда, третий был черным. Это другой вопрос. Но он говорил, типа, у вас нет черных. Я показываю ему. Один пять. В прошлой игре третий был черный, да. Он, типа, спрашивает. Говорит, у вас нет черных. Я вам показываю. Один пять. Он говорит, у него нет черных. Поняли? Я говорю, один пять. То есть... Порфа думала, что Рим Красный, нет черных. Задали вопрос. Послушайте ответ. Мне несложно ответить. У меня есть и руки. И в конце концов, у меня даже бывает, есть полы. Я могу их выкрикнуть. Пока не могу сыграть с киром, потому что речь заготовлена, он сам предупредил. Очень жаль. Я сегодня искал... Из них две закончились в три. Три в три, а вот последняя два в два. Причем одна три в три на Магистрей. То есть я на доне поднял трех красных. Мне очень страшно играть на красной карте. Один-два. Я думаю, кстати, пока красные. Я поиграю с ними. Они, по крайней мере, не вместе. А если между один-два акценты расставлять, то первого как минимум надо переслушать, потому что я в открытие не верю ни в какие вообще. Искренне, неискренне. Поговорить любой человек может, у которого есть рот и мозг. Поэтому его надо прослушать и пусть он поговорит по игрокам, по игре-мафии. Не потому что как-то... Игрок, номер три, обновитесь, пожалуйста. Вы подвисли, мы вас слышали, но вы подвисли в какой-то момент, просто чтобы мы видели вашу жестикуляцию. Вот это вот все. Надеюсь, вам было вкусно, кстати, на вашей речи. Все, отпускаю паузу через три, два, один. А, то есть это все, что мы услышим от бекапа номер три. Да, я его попилила третьего игрока. Да. Вот. Мне кажется, что первый игрок скорее игрок красный, потому что он сказал то, что ему не получилось бы сказать в прошлой игре. То есть он говорил о том, что он выиграл прошлую игру, он был мафом. При том, что он выиграл, ему сейчас неприятно, ему хочется, чтобы красная победа была. Поэтому первый как будто сказал то, чего не мог сказать в прошлой игре. Поэтому будем считать, что первый скорее игрок красный. Хотя в прошлой игре мне казалось, что он краснее, чем игрок номер девять, но неважно. Пока что пусть будет красным игроком. По два не знаю. Я вообще надеялась, что учитывая то, что два сидит в начале, то он как-то задаст мафиозный темп. Он задал темп не знаю, кто один, возможно сыграем с один, возможно не сыграем. Такое, короче, ни к чему не принуждающая речь. А третий игрок сказал, красным очень тяжело, очень страшно и так далее, и тому подобное. Знаете, когда я шла на этот турнир, мне говорили конкретно о вас, господин Римлян, скидывали там несколько ваших видосов. Не то, чтобы вы были сильно скромняшкой, там, да, обычно речи какие-то яркие, все дела, а тут боюсь красным. А это не яркая речь. Он сначала подарил Клаузу новый мод, Рим вкусно, как бы, потом сказал, что ему страшно, потом завис, мне кажется, по-моему, прекрасная речь была. Смотрите, сыграем по стратегиям StarCraft, первый игрок без придыхания, речь построена нормально, по заветам Алекса будут, ну, он скрываться в этой игре не будет, в прошлой игре он говорил нервный, значит скрывался. Думаю, девятая на речь второго сказала, один-два, оба красные. Я пока что сыграю один-два, третий для меня всегда wildcard, я вообще его цвет не понимаю, не знаю, кто его цвет понимает, только интуиты, такие кончились вроде. Может, на восьмом боксе интуит, там, кстати, на восьмом боксе может быть интуит. Теперь четвертый игрок, что-то речь сильно изменилась в прошлого раза, ну, а может быть, потому что конструктив пошел, а может быть, еще почему-то, но мне четвертый игрок сейчас не понравился, я сыграю один-два. Третьего можно переслушать, ничего нового он не скажет, скажет, что вкусно поел, что-то еще покажет. Ну, пару мемов новых может запереть, ну, я говорю, что у Наташи там что-то не туда поиграл, потому что я вижу. Ладно, давайте по новой. Я надеюсь, что эта игра будет более-менее норм. Я планировала вообще сыграть шесть разминочных на турнире, а потом влиться. Первый игрок поговорил, в принципе, хорошо, мы сейчас его еще послушаем. Второй игрок, ну, не вместе с первым, как отметил третий, правильно, с Римом мы еще вчера договорились играть вместе, вне зависимости от того, какие у нас роли, поэтому играю три, играю пять. У пятого речь мне понравилась по четвертой, четвертая, конечно, играет турнир, она собралась серьезно, но пока что цвет ее, как в прошлой игре, не настолько понятен. Вот, я возьму три-пять команды, мне нормально, удобно. Ну, три, потому что принципы есть принципы, вы же понимаете, вы сами очень принципиально играете в мафию, как я поняла по прошлой игре. Вот, сыграю три-пять. Мне норм. Я двойки в один-два-три не увидел, а четвертая не такой плохой черный игрок, чтобы не отказались в пять-шесть, поэтому маф после меня сидит обязательно. Вот. Один-два не вместе, это хорошо, действительно, ну, то есть первый ты поговорил их неплохо, и там, будучи на втором боксе с ним черным, отказываться от него и говорить, что там речь может быть заготовленная, я смысла особого не вижу. При этом, ну, аргумент четвертый по поводу первого, то, что он сказал, то, что не мог сказать там в восьмом боксе в прошлой игре, ну, я не понял, потому что он именно сказал это на первом боксе, на восьмом, он не мог сказать на любой карте, а то, что победа такая себе была, ну, все этому поняли. Мне кажется, грипп стреляется в первую ночь с такой речью. При этом я пять-шесть не подозреваю, десятая показала пятый черный, зоочно подозреваю десятого игрока, девятая зоочно красная, поэтому я что-то типа один-два-пять поиграю, один-два-пять-шесть-девять, вот так поиграю. Вот три-четыре черная обязательно, думаю, восемь-десять должен черный играть. Сюда самых подозрительных взял игроков. Сказал, один-два, они вместе, это хорошо. Зачем вы лезете в личную жизнь у игроков один-два? Они сами разберутся, вместе они не вместе. Урок номер пять, а что вы понюху не нашли? Надо же понюху, сказали, все находят. Белый волк за столом. Что это, ни одного нюха не сделал? Говорит, третий не знаю, кто такой. Ты понюхай его, и все найдешь. Вот, считай, говорит, три-пять вместе красный, не красный. Вот, седьмой погорел, мне кажется, точно так же. Играю один-четыре, вот, думаю, первый красный, думаю, четвертая красная. Вот, думаю, десятая за реакцию красная. Говорит, номер десять я вам показывал размять шестого игрока. Шестой хочет разминку, разминку. Вот мы ее разомнем, разомнем несколько раз. С три-пять она сыграла, ага. Седьмой, мне кажется, точно такой же, как в той игре, я поговорю. Точно так же. Оп, 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 и все хуже, хуже. Градус вниз, 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 вниз. Сыграл с три-пять-шесть. Еще шестая красная с три-пять сыграла. Один-четыре, два краснее, чем три-пять. Два раза, в три раза. Можно, кстати, второго добрать. Ну, чуть-чуть. Ну, а ты хитрый игрок, хитрый. Так, смотрите, я вообще предлагаю зарабатывать красным игрокам. Мы в предыдущую игру проиграли дополнительные баллы. Попилить игроков семь-восемь и поставить руку за их подъем. Там дополнительные баллы дадут. Значит, семь, не шериф, потому что зао... точно сказал, что я красная, очень большую команду. Брал восьмой, потому что жестко начал. Шо, сюда, шестая сыграла. Три-пять, не красная, седьмой, не красная. Слишком жесткая, не гибко для шерифа, поэтому семь-восемь не шерифа, там весь черный игрок для меня. Вот, поэтому я поставлю свою руку за подъем. Для меня красная, один, два, пять и шерифа. Для меня первый абсолютно красный. Очень прекрасно. Да, ты уже допокидался. Второй для меня тоже не изменился с предыдущей игры. Я в предыдущей игре его подозревала, но сейчас уже... Ты уже допокидался. Слышали? Это оговорка была, девятая маха. Он говорил спокойно, абсолютно, абсолютно. Он говорил просто свои мысли. Я ему поверила, что... Мне кажется, тоже не понималось. Короче, мне кажется, один, два, пять, шесть, просто красные игроки. Вот это мое. Я думаю, девятая красная. Там кто-то показал, что девятая красная. Думал, красный игрок под номером один, да, подозреваю четвертую. Вообще, самый подзрительный для меня игроки, это были игроки 4-6-8. Шестая за команду 3-5. Это странная команда против игроков 1-2. А 1-2 с черными не посчитала. Мне понравилось, как он погорел первый игрок. Мне показалось, что, знаете, он погорел по-другому, чем в прошлой игре. Вот, и как второй игрок мне понравилось. Ну, хотя, типа, это больше. Это все, типа... Короче, Лана, неважно. Мне понравилось, что он не погорел под девятого игрока. Плюс он сказал свои мысли по первому игроку, и они были уникальны. Поэтому я не посчитала черного второго игрока. И когда шестая сыграла именно 3-5, а у меня красные игроки 1-2, вот, я подозревала именно 6-го игрока. Короче, четвертая как-то изменилась. Если вы называете красным игрока под номером 5, типа, окей, пятый красный. Допустим, 1-2-5-9 красный. Я думаю, красный игрок под номером 7. Кого проверить? Проверьте четвертую. Я думаю, проверить... Да, либо проверьте меня. Короче, смотрите, я проверяюсь красный, я поднимаю игроков 4-6-8. Я вообще самая топовая в этой игре. 1-7. 1-7 по полампилем, да. Все, 1-7. 1-2-5-9 играю, спасибо. 1-7 пилим пополам. 1-7. Че, чат, оставляйте прогнозы там в Дискорде по нулевке. Так, я попилился с седьмым, потому что я его немного подозреваю, я его не понял речи, я не понял, кто такая игрок номер 9, у которой половина стала красная, даже десятая спрашивала, а кто черный-то? Она на каждой речи практически показывала, типа, красный, 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 шестая, красная, все красные. Сейчас у нее между 7-8 маф сидит, вот, и я так понимаю, 3-4-7-8 тройка, ну, не знаю, 3-4-7-8 тройка мне пока не подходит. Вот, мне кажется, красная 10, возможно, красная 5, несмотря не знаю про этажа, я твою речь не понял, ты поиграла в моей команде, поэтому хочешь меня поднимать, это реально странно. Я поиграл 1-2-5-6, объясню, почему в 3-4 просто должен быть маф какой-то. Все, не знаю, для меня проверка четвертого игрока, она показала 8 красный, у нее позрительно 9, позрительно 10, 5-6 ее проатаковали. Проверьте 4, если 4 красная, 8 посидит, мы поднимем что-то типа там 6-9-10, там, или еще там захочет четвертый игрок, я не знаю. Спасибо. Я могу встать. Странно, странно сейчас гриб поговорил. Давайте, ребята. Вот, найдусь я красным, что ты будешь? Пока шла игра, я навернул борща и залил чайным грибом. Че, ребята, кто думает эти мафы? Кто у вас самый подозрительный за столом? Десятая сказала, что 9-ая красная. Наверное, уже 9-ая не черная в этой игре особо, в принципе. Четвертый ее особо не атакует. 5 маф. 2-4-8-4. Я маф. Ну, это понятно. 8 красный. Ну, я думаю, в 1-2-3 два красных. Вот так, наверное, сейчас получается. Кто это вопрос? Ну, минимум два красных. Может быть, даже все три. Напоминаю о запрете жестикуляции. При промахе тоже, да? А, прошу прощения, нет. Пока кто-то не умрет, не жестикулируй вообще. Пока пилим точно так же, поняли? Отвечаю на ваш вопрос. Зачем нужна ваша проверка? Смотрите. Игрок номер 10, госпожа Портман, сказала. Найс, я зарубляю. И сказала, что у нее черная 6, а шестая сыграла с игроками 3-5. Правильно? Правильно. Если шестая черная, я предполагаю, что шестая не сыграла с двумя красными игроками. И игроки больше называют пятого красным игроком, поэтому я прошу проверку игрока номер 3. То есть, я думаю, что Шерик не пойдет проверать 5, если я попрошу, конечно, 5... Если вы найдитесь красным, я уже для себя буду считать, что если шестая черная, то черный конкретно пятый игрок между игроками 3-5. Понятно? Все. Пока я не считаю десятую черную. Я играю с десятым игроком. Играю осторожно с девятым игроком. И мне нравится то, что игра против игроков 6-5-3, где я подозреваю больше пятого игрока, чем третьего игрока. Но могу ошибаться. Игрок номер 9. Я попрошу вас не покидать свою позицию впредь и в ночное время, и в дневное время, потому что нам нужно видеть вашу жестикуляцию и где вы находитесь. Отпускаю паузу через 3-2-1. Я просто подумал, что 8-9 – это два буйных красных, которые рубятся просто с ничего. То есть предыдущие игры от этого они оба красные. Мне четвертая не сильно понравилась. Фаня, как ты почему-то изменилась. И не было уверенности в твоем голосе. Ты на предыдущей игре раздавал цвета, очень жестко играл. Я ширик, делаем выставление, молчим. 1-7 попилится и уйдем в ночь. Я вообще сторонник ком-кругов. К сожалению, так больше не играют. Я вот старая гвардия, которая любит ком-круги. Мы просто оставим 1-7. В городе не сострел. Пусть не состреливаются дальше. В чем? Второй мне понравился, как говорил. Объяснил, почему, как без агрессии. В 8-10 я играть, кстати, не буду. Я считаю их просто красными, просто оставлю. Потому что буйные красные, они обычно, ну, твоя дичь. Мне сейчас не очень понравился игрок номер 2. Он вообще проверки какие-то в сторону. Говорю, смотрите, я шериф, вскрываюсь при промах, я ничего страшного. Вы в прошлой игре все сказали, что я игрок красный, когда мне ничего не было понятно. В этой игре я бы пыталась ворваться, потому что шерифом проигрывать я не собираюсь. Все, вы сейчас делаете выставление всех, я покажу, какой подъем будет. Поскольку шерифов других нет, я говорить ничего не буду, потому что я хочу послушать, что кто скажет. У меня одна проверка, я не буду говорить, черная она или красная. Я просто покажу подъем, и вы все поставите руки за подъем. Все, вы шериф, четвертый, правильно, и красный. Замечательно, я показывал, что вы игрок красный. Мне кажется, это впервые в моей истории, когда я сказал, что вы игрок красный. Адекватная речь была одна из немногих. Все, выставление делаете, я скажу, кто поднимается. Пока что мой круг подозрения, это где-то между 1 и 2 и 7 подъем сделать. Пока не выстроен, меня все устраивает. Миша, ты митихвол дашь за шляпу? Если да, что сейчас? Я до конца игры в шляпе теперь. Кого выставляем, госпожа шериф на четвертом боксе? Кого-то еще? Я вот так вот выставлю. Есть как бы проверенная инфа, что вы не шериф. Есть даже другая инфа. Вы не просто шериф, вы маф. Я проверил 4, 4 маф. Ну, хочет скрываться, давайте скрываться. Оба посидим. Не, мы оба посидим, мы оба посидим. Вот, у нас комп круг, мы еще попилим. Я сейчас проверю. Кто-то озвучил идею, что 9-8 оба красные, да, хотя зарубились. Но 8-й типа защищал 4-ю. Я хотела проверить 1, проверила 2, промазала. 4-я просила проверку на первого. Первый будет от этого красным. Шериф, ни один шериф вот так вот не активно не показывает мне проверку 1. Всю игру вот так вот не сидит. Я сижу на шерифе, тише воды, ниже травы просто. У меня что-то вот так вот сжалось, чтобы меня не... Я сыграю версию... Игрок номер 6, мне кажется, мискликом скипнули речь вместо того, чтобы кого-то выставить. Посидительная речь шестого игрока. Не знаю, я для себя с шерифом победил, сравниваю, шериф игрок номер 5. Вот, при этом четвертый игрок хочет меня пилить с моей командой, я 1-2 поиграл. Все, красный игрок номер 5, без интертила, не такая красная 6 на этот круг. Я не знаю, кто игрок номер 8, который у меня проатаковал, потому что игрок номер 3 говорит 8-9 вместе красный. С чего он это взял, я не знаю. У меня такое тоже бывало, кстати, причем на миноре, ребят. При этом, ну, мне нет смысла такого десятого на этот круг. Она сказала, что я красный в этой игре, единственный, по-моему, игрок за столом. Поэтому, думаю, не красный 3. Кстати, когда паника так нагло вскрывается на шерифе, она реально больше долг для меня. Сейчас в школу мафии протеже знает, что надо голосовать сейчас второго игрока. Даже если пятый шериф, это выгодно. Он ничего не теряет, потому что подъем двоих будет. Сейчас второй уходит, нас 10 человек. Нету попила, нету попила, нету попила никогда. Уходит только второй игрок. Игрок номер 5, вы от этого не теряете совершенно ничего. Ничего совершенно теряете. Почему мне второй не очень понравился? Игрок номер 2 сказал 9-10 красный, 3-5-6 много черных. Сказал второй игрок, правильно, а я сказал 3-5-6 мне не нравится. Сейчас даже если четвертый, пятый шер, то он не красный игрок. Шестого сейчас вы атакуете, я атаковал 7-0, что он взял шестого игрока. Девятый говорит 5-3-5-6 там много красных. Десятый сказал 9-й красный, хотя команда совершенно не строится. Второй после сказал, ааа, 9-10, вы такие классные, такие суперские. Поэтому второе ушел, ничего не потерял, подъем двоих будет, черные проверки при промахе. Именно так и надо делать. Здесь еще второй промах будет и будет подъем. Слушайте, ну, я предлагаю попилить 2-7, потому что игрока номер 4, мне кажется, 7. Ладно, не будем, ладно, пусть просто идет игрок номер 2. Для меня, откровенно, шрифт пока что больше 4, несмотря на то, что я сыграла с 1-2, сказала, что 5 для меня красный, потому что я не вижу смысла игроку номер 4 именно вскрываться и говорить, вы поняли, я мискликнула, случайно нажала на 2, и он тут проверенный черный. Ну, это какая-то история, но это прикольно, если она это черным игроком сделала, на данный круг для меня за эти вещи она больше шрифт. Вот, для меня странная... Я уже видел, как паника, так на дуне играла. Причем, как рот открыл, я начала показывать один точно красный, один красный, один красный. То есть я ему подарила цвет, дальше люди начали играть с ним от моей жестикуляции, а он на попиле сказал красный 10, который со мной сыграл, а как-то он понял. А что я красный, он не понял, поэтому, ну, может быть, паника-то права, но, не знаю, с двойкой сыграла. Да, мне тоже на голосовании первой игрок на перестрелке не понравилось. Блин, короче, я хочу пилить при четверых игроках, чтобы попил при четверых, но я не хочу выгонять второго игрока, потому что я думаю, пятый красный в этой игре, пятый шериф, и четвертый в этой игре дон. Не знаю, с каким-то восьмым игроком. Просто кто ластовый, я не знаю, может быть, там даже та же шестая, если она давала какую-то динамику от проверки там на первого игрока. Хотя, блин, проверка первого игрока была, не знаю, да, восьмой игрок. Блин, капец, я с вами, мне кажется, играю третью игру, меня вы уже просто кумарите, я серьезно, я уже не могу на свои подтяжки потянуть. Блин, куда бы голосовать только бы у него второго игрока? Я думаю, красный, седьмой, устроил четыре. Блин, четвертый игрок, госпожа Паник. I'm so sorry, я как бы проголосую, я думаю, восьмой черный. Блин, хотя, блин, на самом деле, мне так ссыково это делать, потому что вот восьмой игрок, это просто, знаете, как какой-то ключик в кладовке, я не знаю, как это объяснить. Он такой, какая-то шагная рука, прям жесткая. Я думаю, это шериф, обозначила, все. Блин, слушайте, ну, похоже, что вы нас нашли, команда 1, 4, 8, ну, потому что я не готов определяться с шерифом, все остальные говорят, что шериф точно 5, вот. Не знаю, я в 2 хочу проголосовать, потому что для меня пока не до конца понятно, кто между 4 и 5 настоящий шериф. У нас промах, что, ну, ты шериф, ну, я не понимаю, почему проверка 4, ну, типа, ну, для меня не совсем это понятно. Вот, я, паника сказала, голосование между 1, 2, 7, то есть она показывала на прошлый круг, что проверяется 1, а 2 у нее черный, то есть у нее в этом плане все логично, у нее все логично, с точки зрения и 7 там что-то, и между 1, 7 можно было построить, что есть один черный игрок, потому что я захотел с ним попилиться, сказал, что он подозрительный, но он со мной вроде на ноль не сыграл, насколько я помню, он сыграл там позже, там, с 3, с этим, короче. Я сейчас буду голосовать в 2, если что, черная команда 1, 4, 8, потому что все остальные отказались уже от шерифа 4. Все красные. О-хо-хо! У-у-у! Почти собрались руки в панику на самом деле. Смотрите, ушел, ушел, ничего страшного. Я напомню, что госпожа Паника сказала, что я прошу идиотские проверки, И поэтому я подозрительный игрок, когда попросил проверки в игроков 3-5 на секундочку. А у нее как минимум пятый черный и третий только что почему-то не голосовал вместе с вами в игрока номер два. Смотрите, игрок... Кстати, стреляется пять. Вот теперь я вам объясняю, зачем нужна проверка господина Алиота. Потому что если господин Алиот красный, мы точно проиграем эту игру, не проверив его. Поэтому нужна проверка господина Алиота. Если вы находите его красным, покидает стол и... Двоих при четверых. Поняли? У вас уже будут найдены игроки 4-8, попил двоих при четверых. Поэтому проверка 8 хорошая. Если восьмое находится красным, господин Алиот, если вы красный, я подозреваю игрока номер один. Поняли? Услышали меня? Ты меня не слушаешь. Это издевательство какое-то. Я как портман. С ним просто невозможно играть. Поняли? Если что, нужно проверить 8. Независимо от его цвета. Если он красный, мы нормально. Если мы его не проверим, он красный, мы проиграем игру. Так. Блин, вообще Рим скинул руку в седьмого. Что странно весьма. Что это значит? Типа в седьмого руки вообще не собираются. Он, если не хочет снимать второго, то есть он не против снять второго. Третий не такой красный сейчас получается, если честно. Да, шестую не надо особо проверять, мне кажется. Шестую схавают. Если, типа, если она будет красной, ее сейчас начнут все покупать налево и направо. Все и черные, и красные. Если она найдется черной, то это прослитая проверка, мне кажется, что ее и так снимут сейчас за что-нибудь. Сейчас посмотрим, кто стреляется. Протежа объявила голосование 2.7. Ну, это прохладная история. По факту всем никто не собирался. Смотрите. Смотрите и слушайте, запоминайте и записывайте. Я человек шальной, восьмого игрока проверять не пошел. Проверил шестую. Она черная. Вот. Ладно, ладно, я клоун, я клоун, ребят, я клоун. Я восьмого проверил, восьмой черный. 4, 8, двойка. Шестую не проверял, там это под ответственность стрима. Ну, какой элит ты красный? Я просто даже не хотел восьмого проверять. Думаю, ну, он же признался уже. Первый красный, я думаю. Я думаю, десятая красная. Вот. Смотрите, второго руки поставили. 4, 8, двойка, да? И 6, 9 и 1. Там еще нужно одного найти, определиться. Я не думаю, что... Я не знаю, зачем вы еще второго поканули. Ну, почему сразу не определиться? Сказали же, по харьковским методам играем. Вскрылась два шерифа, пакуем. Пожалуйста, 4 убрать, потом 8 убрать. Определиться среди, типа, 6-9, скорее всего. Среди 6-9, я думаю, не знаю. В чем проблема проголосовать в сторону? Вставить игроков 24-5. Если уйдет 4-5, то умрет. 4-я не шерифт для всего города. В чем проблема, вообще я не понимаю. Сейчас не разбрасывайте руки. Определитесь, кого между 8 и 4 вы точно голосуете. Ну, 4-ю надо было правильно выставить. 4-ю надо было выставить, чтобы 4-ю сбраковать. 2-я баланса возразится. Я в 8-ю выставил. Но это не важно. 4-8 оба мафы. Адонейте. Между 6-9, кстати. Не факт, что это 6-я. Потому что 9-я, она сказала, что 4-я ближе к шерифт. Это два сильных голосования у нее было. Факт 2-я красный, 7-й ближе к красному. Ну, сейчас по очереди 4-8, потом какой-то попил. Все. Зачем проблема была проголосовать с торн, сократить группу. Я не понимаю, зачем 2-го голосовать. Снимайтесь, 4-й точно не шерифт в этой игре. Кто-то признал. Почему я в 7-ом проголосовал? Потому что не был выставлен ни 8-й игрок, ни 9-й игрок. Никто не... Я, короче, хотела себя на прошлый круг выставить и скиднула речь. Ну, сказали, типа, выставляем по кругу. Я такая, думаю, ладно, выставлю себя на всякий случай и в итоге скиднула. Я думаю, зануда красная. Я думаю, зануда красная. Я не могу сказать, потому что расстройку не отметила тоже. My bad. Короче, я хотела сказать, что на прошлый круг, но уже, конечно, не особо актуально, что 5-й для меня больше риф, потому что я еще, ну, как бы, четвертая проверка хорошая, потому что ее полстала подозревали. Выставляю, да, сейчас выставлю, подожди. Типа полстала ее подозревали, эта проверка мне нравится. С 3-5 я сыграла. Мне, типа, было нормой. Я заподозревала 4-8, что они вместе, потому что 8-й назвал ее после речи 4-й, и первым, кто назвал ее красной. Вот, я подумала, что они вместе. Короче, 4-8 уходят, а потом я хочу просто еще послушать, определиться, потому что понять очень сложно. Голосовал во второго под ответственность первого. Он сказал, голосуй по второму. Ну, я сделала вместе с ним, потому что... Девятая предложила подъем 7-8 в ноль, понимаете? Наверное, девятая... Не знаю, я не вижу логики проверки восьмого игрока, на самом деле. Он пришел к игре, снял шерифа, будучи красной. В эту сторону проголосовал. Не разобрался, да? Все, я на ноль сказал 3-4, один черный, не заиграл. Поиграл 1-2, потому что не вместе два достоверных игрок красной в этой игре. Поиграл 5-6 по своим каким-то личным моментам. Шестая уже не такая красная, как на ноль, лично для меня. При этом первый долбится в мой цвет. Не знаю, может быть, он первый, последний черный, который говорит, что команда 1-4-8, вы нас нашли. При этом, когда четвертый объявляет, попил 1-2-7. Но вряд ли нам будет на доне пилить трех красных, правильно? Скрываясь после низа стрела. Я бы не пилил в этой игре особо 7-9 и 10, вот в конце. Не пилил бы их. То есть 10-ая попала в мой цвет, проголосовала точно в дона. Не знаю, Портман, ты пока красная, но ты в последнее время так в ста не попадаешь. Что пока красная? Я сказала, проверюсь красный, 4-6-8 подниму. Что пока красная? Все правильно, все правильно. Но просто ты в ста не попадала, это так, знаешь, шуточка. Блин, жалко, что нам с паникой достался, с паникой достался неопытный игрок. Мы сейчас продумаем, я продаю вторую игру. Вот, и паника продает вторую игру, блин. У нас всех нашли. Вот, правда, я не знаю, кто еще черный. Я не просыпался, у меня вот спался ночь. Господин чайный гриб, смотрите. В сторону при промахе. Я по красному просто старался действовать. Вот, в сторону при промахе надо голосовать во второй игрока. Видите, у вас подъем двоих будет. Все хорошо. В любом случае, если есть черная проверка, ну вот, надо голосовать второму. А пятому не надо было вскрываться. Вот, просто не вскрывайся. Идет второй, потом пятый вскроется, пятый не стельнется. И кайф, просто кайф. Если у тебя есть черная другая проверка, не 4, то надо вскрываться. А он вскрылся, говорит. Ладно, я по красному говорю, правильно? Правильно. Нет? Да. Кто думает, что лед красный, ставьте плюс в чат. Так, для тебя, Наташа, объясняю, почему я красный. Я выставила восьмого. Когда восемь выставила седьмого, я выставила восьмого. Говорю, давайте-ка сейчас семь-восемь поднимем и получим баллы. И все поставят руки за подъем. То есть, если бы десятая начала пилить, я бы реально поставила руку за подъем. А это минус балл, если я черная с восемь. Во-вторых, во-вторых, когда игрок номер один на папиле начала говорить, а кто у тебя черный? Ты показала один красный, два красный, пять красный. Я показала, когда десять начала показывать, что пять черный, я показала пять красный. Я ему сказала на папиле 3, 4, 7, 8. У меня сидит много черных игроков. Он говорит, ты что, считаешь 3, 4, 7, 8? Я говорю, ну плюс-минус. Он сказал, нет, я так не думаю. То есть, по его версии, я против своей двойки шпионула просто в ноль, когда не очевидно было, что красный пять против него можно было сыграть. Не очевидно и красный один-два. Не, но уже красный. Ну, по факту, третий игрок начал отменять. Она, конечно, против своих черных катает, но не так, наверное. Да, попасть. Смотрите, игрок номер восемь. Вы черный, вы проиграете. Я вам гарантирую, мы найдем, кто с вами черный. Смотрите, я считаю, девятый красный в этой игре. Значит, первый игрок. Вы слушаете внимательно, там следующие круги, сейчас восьмого за голосом. Твой батя, господи, вы слушаете внимательно, потому что вы будете подниматься, потому что второй игрок точно красный, я в этой игре точно красная. Мы подозреваем именно вас, именно Папа Пилу. И не важно, что четвертый игрок показывал. Мне кажется, что это был именно... Ну, типа, мне кажется, что проверка первого игрока, четвертого игрока была, но мне кажется, что это, скорее всего, была какая-то динамика. Вот, типа, просто проверочная динамика. Вот и все. Что я хотела сказать? 48 снимем все девятка что я красный вы там слушать игроков 367 7 более красный вот с кем подняться и все но для меня игра выглядит так что сейчас по очереди час по очереди будет стрелять я тебя считаю красные именно короче я потом объясню но если вы черный датащим не капец какой-то будет так смотрите что вы хотите послушать еще один круг шутки от алюта или как паника скипает речи просто типа восьмого до сейчас восьмого до восьмого короче голосуем восьмого игрока вот а паника будет просто кипать речь она не любительница вот этого всего значит смотрите для вас десятый игрок команда 148 да когда уже никто не верит шрифт 4 кроме игрока номер восемь я и я третий мам вылезая на стол и говорю слушайте но 148 вы нас нашли я не готов голосовать сейчас между шерифами голосую в игрока номер два да и я не знаю я не знаю что после этого город будет думать все говорят что пятый точно шериф и я каким-то образом пытаюсь вот такой наглый черный третий просто поменять голосование чтобы не заголосовался мой дон это раз во вторых если если паника дает проверку на меня мой шериф настоящий идет делает проверку меня находит меня игроком черным то тогда четвертое не вскроется просто уже ну или будет двухсторонний черный один не ну короче реально походу смотрите я вот так скажу по красноте сначала десятая потом девятая хотя наверное девятая из всех типа замазанных она единственная самая замазанная вот 10 ну понятно 10 уже красная короче 10 потом 9 потом 7 потом 1 я бы пилил вообще 36 в конце наверное ну потому что тут непонятно как бы как играть дальше так стреляется 10 паника оставляю контент мейки на тебя подскажу своим черным своему или своей черной не называйте красных красными либо называйте но немного не называйте красным того кто назвал красным вас вот но либо называйте знаете что интересно что еще на лед это единственный игрок в мире у которого речи не изменяются но будем в следующей игре потому что очень трудно эту игру выиграть правильно там голосование было там речь были там еще что-то были десятый стрель точно десятую давай другого делаем не сострел десятую не сострел маф просит не сострел третью сам сделаешь не сострел правильно если захочешь не совсем блины такая так вот ребят мне кажется что а лед самый неконтрастный игрок в мире после того как он признался мафом то есть его речи порой реально не отличаются до того как он признался мафом и после того как он признался мафом фактически вот они очень часто похожи поэтому интересно к не али это сегодня прекрасные вообще прекрасные образы мысли метафоры шутки и так далее это как у рима была все время речь про то что какой-то игрок черный точно но это не точно вот так и здесь вы это делаете ну или не делайте до 1 думаю уже не не черный тоже да я тоже думаю 9 красная блин вы знаете хочется сказать зануда бы выбери с кем будешь пилиться и пили с кем-то ну это ж не очень ты думаешь 3 3 7 3 7 подъем ты думаешь 3 7 подъем я бы сказала первому вообще выбирать с кем пилиться что что третий игрок что третий игрок что вы там показываете четыре шесть по пилите поднять да не знаю для меня девятая больше красная почему шестая черная сыграла 3 5 если ты считаешь игроков 12 красными она сыграла 3 5 но типа блин хотя вот я бы на угадайке оставила слушать первого игрока и выбирать именно чтобы первый игрок выбирал с кем он будет пилиться вот именно первый вот думайте сами решайте сами кока-кола смачно ай-яй-яй ну нимчик красный значит ненчик красный значит ненчик настроила ноут собрала все свои чакры вот мы уже избавились от великолепной актрисы я все очень люблю звездные войны ты видел как она там играла вообще мне кажется идеально вот леон киллер тоже но там еще маленькая такая была она наверное уже тогда играла мафию я ждала более сильного завещания скажу честно но сейчас игрок номер 9 красный потому что ее выстрел обалыш зарабатывать я не понимаю почему промах мне кажется динамика простая но уже раз как бы промах то пусть маф этот пытается сам выгрести маф мафка маф мафка сейчас скажет протеже я с мафом или с мафкой вот обязательно сейчас 9 будем стрелять и голосовать 9 все вместе все вместе кстати если вы меня попилить и я прям стану но я так обычно делаю когда я черная точно я даю себе поднять блин а я только не понимаю почему типа у вас какая-то логика от обратного со всем игроком восьмой игрок намекает всеми способами что типа я с вами но я красный игрок я свой цвет знаю и сейчас четвертый игрок пытается типа девятую за собой потянуть или наоборот я не могу допереть типа это ее маф но она пытается сделать вид что они как бы не вместе или очень сложно на самом деле это прочитать потому что ну первый для меня больше красный я кстати сказал это по нулю я не знаю почему портман за это очень сильно цеплялась я не назвала один-два черными или не красным я сказала что первый игрок поговорил в принципе по красному но пока что надо его послушать это вот моя речь на ноль типа и проверка 10 была бы вообще самая офигенная даже рада что портман стрелили потому что я подозревала всю игру мне очень сложно с ней играть его есть такое правило негласное что я с упорным за столом я всегда надо проверять 1 но вы можете выбили 46 типа я не против если вам от этого будет легче но я здесь красный игрок я не понимаю за что красная 6 почему черная в этой игре ну реально я понимаю это же я буду с тобой общаться я просто на прошлый как еще показывал что ты красный если я черный вряд ли я буду так делать правильно поэтому почему пилиться с третьим игроком который меня руку ставит это тоже странно то есть рим смотри за что ты красный в этой игре 4 эти анали про атаковала этой ну если по моему твой аргумент искал 8 9 вместе красный 6 час подозрительно ты с ней поиграл не знаю 8 на 0 просто высушил меня он выставил и съел меня ну я может быть плохо играю эту игру но не настолько чтобы просто но собрали руки в десятки поэтому нет наверно команды 78 при этом девятая скаловну выставить восьмого можно 78 попилить и ручки за подъем поставить с работа в баллы поиграла против четвертого игрока 4 показал 8 красный 9 10 подозрительные протокол а третье не знаю мне кажется что я просто испугалась поиграть с черной 4 и черная 6 ну смотрите почему для меня 7 вот я бы пилил игроков 37 3 сказал что 8 9 это два красных игрокам он с ними играть не хочет потом 3 у него очень красный 0 7 8 подъем же мог 7 сказал что красный 1 это было он сказал что он красный 1 и она на 0 5 и 6 поэтому для меня вот исходя из всех позиций седьмого игрока что он сыграл и с 1 и 6 он должен оставаться 3 но если например смотри или чайный гриб если черная 6 но тебе нужно сейчас допереть как-то ты же на нулевый круг ее считал красными не знаю ладно подозрительно только единственный момент у шестого игрока что она сейчас предлагает пилиться с четвертый но вы же понимаете что попила никакого не будет и вообще в закрытом голосовании невозможно купил будет уход чёрного игрока какая-то какой-то отстрел и подъем двоих игроков вот вообще нулевый круг я шестого игрока не подозревала мне кажется и голосование в 2 это не прям по черному да я думаю это в качестве шутки была третьего игрока что попил 4 6 я не знаю так серьезно просто про это разговариваете я хочу просто понять вот типа мне дальше думать с кем я пилюсь или уже будет какой-то другой попил потому что смотрите вот алио ну ладно вот чайный гриб он он сразу там по нулю когда в прошлой игре был вместе со мной черным он там сразу там со мной не захотел играть там типа сказал что там есть черный и так далее он может разбегаться со своими черными но алиот по всем играм которыми я просыпался с ним черным как бы я плохо не говорил он меня всегда пытался подтянуть всегда пытался меня взять в команду это что он сейчас на ноль прописочил седьмого это не типичная игра для алиота на черном поэтому для меня именно 7 игрок больше красный если я так окажется что не буду стоять на попиле то я ну то я бы запопил 3 6 если окажется что я должен быть на попили то для меня 6 черней все-таки чем игрок номер три выставление самого себя это не красный муж никогда типа да ну ну лично согласен вот поэтому не на дашь завещание смотрите я бы пилил 36 я без определенные микро момент они критические я не понимаю почему не озвучивает хорошо озвучить я четвертая меня выставила во вторых четвертую вскрыл факту я когда сказал они как изменилась в твоем голосе нет уверенности и она вскрылась именно на моей речи так факту я своего дона что ли скрыл он выставил меня при десятерых но три-четыре команды не вяжется в этой игре я не понимаю почему я здесь самый красный по факту за столом вместе с девятым игроком правильно правильно вообще думал что сейчас просто будет отстрел уже 3 9 и кто-то из нас отставит завещание на попил просто снимем четвертую ясное дело что я рофлю при закрытом голосовании это слома это не инетка это плеймайк поэтому четвертую мы просто запахуем дальше будет тяжело на самом деле потому что сейчас я первый поговорил потому что я возможно могу пилиться и седьмой сказал что возможно будет пилиться со мной хотя по факту я самый красный никто не озвучил почему я не с четвертой я не могу быть четвертой я уже объяснил почему надо будет посмотреть но аргументы у третьего хорошие про его обращение к четвертой то что четвертая в этот момент скрылась это аргумент первый закрывал круг и сказал все вы нашли команду 148 супер на контр логике это сделать в тот момент было бы странно наверное да вот но у первого есть аргументы почему он красный вот у рима реально хороший аргумент что три-четыре не вместе действительно не выглядело как коммуникация двух мафов но шестую надо пилить только с кем а у нее как тут как-то нет какого-то акцента кого она считает красный какой сплоченный красный город в прошлой игре бы так прям одного мафа другого нашли запаковали так все не но готовь завещание мы стреляем игрока номер 9 игры будут тяжелые сразу говорю но мне по крайней мере будут тяжелые думаю игрокам 29 играть тоже тяжело но тяжелее чем обычно но ничего этот опыт тоже полезен стрелять ребят сейчас нам кенни присоединиться на комментирование кто знает это тоже игрок очень хорошего уровня и и при этом он очень тесно работает с плей мафии может много интересных всяких моментов рассказывать и про сайт и про и про игры ой а может кстати понятно короче девятая у меня пилится девятая теперь прикольно прикольно первый игрок сейчас не видно если что обновить я на самом деле даже рада что у меня стрелили еще четыре разминочные я вольюсь постараюсь сделать так чтобы на красной карте меня красные игроки находили не подозревали может быть я неправильно сыграл эту игру я прошу прощения вот я ну вот так поставлю я думаю что все же это протеже ну типа это метод от обратного четвертого игрока заподозрить ее ну сделать так чтобы мы ее заподозрили то есть взять ее типу свою команду чтобы мы думали что на самом деле это не она но на самом деле так кажется она короче многослойная такая вот желаю вам удачи ссори чё а зануда самострельнулась она решила не бороться в этой 468 ой извините ребят я не понял фуф о ух ух а а а а а и а Не, ну зря Ксюша решила не доигрывать здесь, конечно Она бы, наверное, не выиграла с вероятностью в 99 процентов, но... Кто мне звонит и зачем? Ой, господи, боже мой Я, короче, не понял, что произошло Ну это бред полный, не динамику, ладно динамику не поняла, но взять застрелиться Ну слушай... Ну а почему мы... Ну как бы сидим, потеем с паникой и что-то делаем? Застрелиться, ты понимаешь? Ей не заголосовали, она застрелилась Так, что ты... Что ты хочешь от меня сейчас услышишь, скажи мне, пожалуйста Ну я пока не в непонимании, но как бы... Сейчас начнем лобби, попросим более спортивно относиться до конца доигрывать ситуации Все равно бы ее сняли, мне кажется Не факт... Да, точно сняли бы, вы что? Конечно сняли Ребят, вы сейчас говорите точно сняли, завещание девятое, мы не слышали Она сказала, что это все может подъем, хоть какой-то шанс Мы не говорим, что ее бы не точно не сняли, мы это не говорим, но стелиться это, ну как бы... Так давайте вытащим черный стань и мы уйдем Так подожди, смотри, я на завещании окрас... Трустые, спасибо большое за открытку, да, конечно, можно, все отправим Это тоже правда, да, это гадание Я считаю, что не нужно типа жестить, потому что она играет не так уж и много, поэтому просто нужно спокойно Да, да, и не надо жестить, не надо ничего Это просто турнир обычной игры, ничего такого Алло, я тебя просто раскатала, если что, надо Да, Дим, красный, да помолчи, мы еще не про это говорим Мы и мы просто скипнем и просто красным победы присудим, мы так будем играть? Ну, Олси, у меня нету, я не понимаю, как это можно делать То есть мы тратим силы там с паникой, какую-то игру пытаемся сделать Так, у тебя ко мне, еще раз, какой вопрос сейчас, объясни, пожалуйста У тебя твой дон, твой дон в конце игры сдался, он имеет право сдаться в конце игры Ты считаешь, что он сдался рано, ты обрисуешь вопрос ко мне Игрок не такой опытный, как ты, решил до конца не доигрывать, потому что его подозревают все игроки за столом Вот, какие вопросы? Ты хочешь то, чтобы я исключил этого игрока с турнира? Вот, у нас играют разные игроки Ребят, меня слышно? Кто-то признается, кто-то сдается, кто-то играет субоптимально, кто-то, ну и так далее Какой вопрос? Ребята, ребят, меня слышно или нет? Да Супер Можно вопрос просто, я хочу, я так поняла, что девочка играет недавно Есть еще кто-то, кто доном тоже мне будет показывать, что он динамику не дает, скрываться не будет Я просто на будущее хочу, мне интересно Нет, вроде остальные все Так, а есть, слышишь паника? Вопрос такой, есть еще токсичные вопросы какие-то? Ко мне, может быть? Какие-то есть еще вопросы? Я не понимаю, ну типа Ну да Смотри, по списку могу, давай, ребята, признавайтесь, кто еще не будет паники давать динамику? Кто еще? Паники просто интересно очень узнать сейчас Ну что вы начинаете? Зачем вы начинаете? Я тебе не сказал, что надо снимать человек в турнире Ну а что-то, а в чем вопрос тогда? Ну вы проиграли игру, у вас игрок неопытный на Доне, ну что теперь делать? Олси, подожди, мой вопрос был не к тебе, ты очевидно не даешь динамики Я просто говорю о том, что если она Дон, я не знаю кто шериф, мне пришлось его вскрыть после промаха Вопрос очевидно не к тебе, и почему ты сейчас кричишь, я наоборот, ну, я проиграла две игры, где люди сняли в одной шерифа в девятке, в другой не, ну, не сделали Я хочу понимать, есть ли еще люди, которые не вскрываются реально на будущее, почему ты кричишь, я ничего не трогаю вообще Я понимаю, что это предъявление, мы тебе не предъявляем сейчас ничего Ну, мне показалось просто Там просто забейте, это же просто игра, это просто турнир, какая разница, еще 10 турниров будет Ну, нам надо просто понимать, ну, типа, как дальше играть Да, дальше играть? Да, мафия, это же рандом совершенно, ты же не знаешь, какая карта выпадет, с кем ты проснешься, это совершенно рандом Давай не брал Короче, Олси, не говори так, потому что я это спросила абсолютно всерьез Если бы я сгорела, я бы пришла и сгорела бы, ты бы это понял, поверь мне Ну, просто... Просто смотри, я думаю, что тебе в любой момент, при желании, при ситуации определенной Любой игрок на Доне может сказать, я не буду вскрываться и динамику давать не буду Нет, смотри, это не проблема давать динамику мне в ноль, я буду искать шерифа, это не проблема, я к этому привыкшая Я имею в виду, что когда Дон просыпается и говорит, я вскрываться не буду и динамику во вторую ночь давать не буду Я хочу понимать, много ли тут людей таких, чтобы я в следующий раз Паника, ссори, ссори перебью, что перебью, она думала седьмого стрелять, она не поняла вообще, что динамика Ну, блин, просто хочу понять, есть ли люди, которые играют недавно, чтобы я знала, как мне подстраиваться Тут нет никакой душки, я не душу людей, которые играют недавно, я этим не занимаюсь, у меня нет смысла Ну, я просто... Может быть, перед турниром надо, ну, типа, чтобы мы собирались и, типа, говорить что и как и обсудить, может, поэтому мы и не сделали Не, я просто... Сейчас обсудили и все Я просто реально, ребята, ну, типа, вам Дон показывает, что он не будет скрываться, не будет давать динамику, вы даете динамику Типа, вы это увидели в игре, вы, ну, как бы, хотите, чтобы сейчас вам кто-то из игроков сказал, как он себя будет вести, когда он прочнется с вами Доном? Ну, я реально... Я пытаюсь понять, в чем суть вопроса именно игрового, ко мне, к другим участникам Тебе вопросов нет, ты ведущий Тут есть же другие игроки, я правильно понимаю, вижу, тут есть все Я просто спросила, есть ли тут другие люди, которые не любят скрываться, я хочу это знать на будущее Может, мне эта информация нужна будет, когда я красная Может, мне эта информация нужна будет, когда я черная Опять же, она не то, что не дала динамику, такое бывает тоже, я не хочу скрываться, передала, такое бывает Она не понимает динамику, надо, опять же, знать, кто вообще не понимает динамику, надо просто статику, у меня такой инфы нету Я вам сказал, что вот она, ну, я с ней играл в течение недели, и, ну, просто, возможно, давление какое-то турнирное сейчас на Ксюшу упало, потому что она, ну, те предыдущие дни, да, там лобби было послабее, но там она чувствовала себя более комфортно И на черной карте она выигрывала, там, и на донской она выигрывала, но я с ней не проспался доном, когда она была доном, а я черным, но просто вам говорю, что, ну, может быть, перенервничаю Я согласен с факером, я не раз играл со всеми этими игроками, и все вскрываются, и не вскрываются, и все дают отстрелы, и не дают отстрелы, и промахи даже бывают У меня вообще по КД промахи, типа, я не понял, почему за столом не привели аргумент, не застрел, значит, Рим не сострелялся А я хотел Рим, я хотел Я думал, сейчас Вил Си, Факер, там, Наташа, они все начнут об этом говорить Не сострел, значит, Рим не сострелялся, типа Но, ребят, я просто сейчас объясню, как бы, свою позицию, почему я слегка подгорел, просто смотрите, да Понятное дело, что вы задаете какие-то вопросы, больше риторические, то есть, это же не вопрос, типа, объективно Вам что, сейчас каждый игрок будет отвечать на вопрос, вскроется ли он с вами доном или нет Вы понимаете, что это происходит на стриме, что это слышат другие участники турнира Тот игрок, ну, как бы, игрок понимает, что он сейчас сдался, что он сыграл неоптимально, что он подвел вашу команду Вы добавляете на это все давление Ну, то есть, я просто пытаюсь понять, как бы... Олси, помимо того же, мы же за свою карту горим Ты же понимаешь, мы еще не жестко Ну, по крайней мере, я, может, я выкладываю Можно я скажу, я больше не буду говорить Олси, мы на тебя не горим, расслабься Все вопросы, которые я здесь задаю, я задаю именно участникам Я понимаю, что ты тут ведущий, и все, ты просто собрал состав Для меня важно понимать, если есть люди, которые играют недавно Понимать, если я буду красная, я буду понимать, кто вскрывается, кто нет Но это же мне тоже пригодится, правильно? То есть, я уже знаю, что шестая, допустим, вскрываться не любит Для меня это поможет, если я красная Если я черная, я буду знать, что человек вскрываться не любит И, допустим, динамику я давать не буду Буду пытаться статику давать Или там ломать Ладно, я озвучу Я вообще ненавижу динамику Я по динамике процениваться в 90-х случаев промахиваюсь Если проснетесь, давайте статику Это римлян Ну, не знаю, а, но я в голос кричал, отстрел, поэтому... Да, да, желательно на выкрики, на Доне кричать, вот Так, это... А у нас Ксюша... Ксюша попросила, да, ее заменить Вместо нее душебой сегодня будет Так, у нас кого-то не хватает, кто у нас не в лобби еще? Алло, тебя не вижу, кстати говоря Заползай А, секунду, прошу прощения, сейчас идем Унул В смысле Ксюша снялась? А с кем мне в зубы играть? С душебоем, конечно С душебой, а... Сейчас, душебой на замене, она придет с душебоем в зубы играть Не, нури, можем пососаться, в принципе, я не хочу Если у меня будет онлайн, кого я поговорю первым Ты все равно прослушаешь и промазаешь А дело не в том, что я прослушаю Я обязательно запомню, но как только начнется день, я забуду Рим, а скажи, а в кого бы ты стрелял, если бы я не кричал от стрел... Ну, ну, я не кричал бы от стрел... Слушай, как я понял, я очень долго анализировал в тебя Да, все правильно, да, я на себя Фу, видишь, разобрался Получается не совсем... Нет, нормально, можете Риму давать несложные динамики, там нормально Главное, не 5 в минус 8, там, и так далее Просто проблема в том, что я гуманитарий до мозга костей Я когда цифры вижу, у меня мозг выключается вообще, в принципе Так, душебой и ВЛС готовность, сейчас я отпишу душебою А как понять, когда ты готов, а когда не готов? Что тут написано? Должно быть написано «Готов на желтом», да Подтвердить готовность на черном фоне с золотыми буквами Да, Рим, вот ты как раз последний не готовый, кстати Замечания отличные, но... Натали, Игорь, привет Жестко, реально, как будто в игру вернулась Душебой, не надо Я просто играю без стримов, я типа собранная игра, нормально Ого, а что тебе в шоу-тайме мешает, там тоже стримов нет А там еще Гриф, я тебе хотела сказать, что я тебя всю игру подозревала Потому что ты в той игре тоже катнул с красными Продолжение следует...